Всем привет, ребята! Меня зовут Маша, и вы попали на мой канал, а это значит, что выходит очередной влог из медицинского. Я учусь на втором курсе педиатрии, сейчас я буду показывать вам про свою жизнь, поэтому приятного вам просмотра. Наверное, начнём с того, что сегодня вторник, раннее-раннее утро, ну, по крайней мере, для меня, потому что я ходила спать очень сильно. Я вчера сидела просто до часу ночи с этой гистологией, вот, потому что сегодня она у меня первой парой. Сегодня я буду рассказывать женскую половую систему, яичник, жёлтая пила, короче, это всякую интересную фигню. Мне безумно понравилась вчерашняя тема, я ещё и тетрадку заполняла вчера два часа, а также у меня сегодня в планах это информатика. К информатике я, наверное, готовилась дольше, чем к гисте, потому что она заставляет писать конспекты письменно от руки, отвечать на вопросы после этих конспектов, ещё и тесты на портале дистанционного обучения проходить. Короче, реально, я вчера информатику делала дольше, чем гистологию. В общем, ребята, в принципе, в двух словах я вам описала, что тут будет происходить, поэтому приятного просмотра. Я побежала причесываться и собираться уже в универ, потому что нужно выезжать, а то я опоздаю. Я ответила на троечку, и, наконец-таки, мне сказали, что я получила за итогу, который, помните, мы бы с вами в прошлом влоге ходили пересдавать. Тройку. Уфу, я отдала итог. У нас просто прекрасно, замечательная погода. На паре я, кстати, отвечала самый первый вопрос, блин. Просто рассказывала про строение язычника и всякое такое. Ой, ну что, ребята, у меня пока что перерыв, буквально полчасика. Я успею сбегать, попить кофеёк, и потом пойду на информатику. Тесток тоже нужно пройти и девятую, и десятую темы. Любимая информатика. Ну что, ребята, ни за что не отгадайте, куда я приехала, потому что я не была тут несколько недель, но я думаю, что по лосинам всё понятно, и... Та-дам! Та-да-дам! 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 На фитнес я приехала! Конечно же, я прибежала в зал на лоу-бадди, сейчас буду качать попу и ноги. Часто завтра помру после этой тренировки, если честно. Я немного опоздала, но главное, что я пришла. Что, ребята, я хочу вам рассказать. Я проснулась сегодня в 7 утра, сейчас 12 ночи, и у меня наконец-таки заканчивается рабочий день. Если вы задаётесь вопросом, со скольки до скольки мы учимся, то я не могу ответить на этот вопрос, потому что учимся мы всегда. Что я, собственно, сегодня разбирала? Я разбирала классификацию проводящих путей спинного мозга, головного мозга. Все просто вот эти вот пути я разобрала. Всё, что вот в экзамене нужно, я разобрала. Там их ещё до хрена. Я разобрала то, что нужно к экзамену. Я уже разговаривала, как будто бы я пьяная. Честно, мне кажется, я скоро реально начну пить. Потому что мне уже очень тяжело, ребята. Также я разобрала лимбическую систему и ретикулярную формацию. Мне кажется, это просто до хрена. Я сегодня очень много, мне кажется, успела разобрать. Завтра я ещё это буду до анатомии читать, учить, пытаться. Потому что послезавтра у меня итог. Знаете, в чём прикол? У меня не было ни одного нормального занятия по ЦНС. Потому что наш преподаватель заболел, у нас постоянные замещения. На замещениях нас не опрашивают, мы пишем дебильные тесты онлайн. Короче, ЦНС просто мимо. Мимо меня прошла. И теперь мне это нужно каким-то хреном догнать. Я не знаю, каким. Но меня спасает то, что я готовилась к каждому занятию. И писала хотя бы конспекты. Поэтому по этим конспектам, я думаю, что за завтрашний вечер я всё буду готовить. И, собственно, весь четверг я буду повторять. И надеюсь, что в четверг сдам итог. Просто очень сильно на это надеюсь. Пофиг на какую оценку. Лишь бы сдать и не ходить, не пересдавать вот эту вот хрень. Ну что, ребята, всем доброе утро. У нас ноябрь, я в кофточке. Всё нормально, всё прекрасно. Это Краснодар. Что я вам хочу сказать. Сегодняшнее мое утро началось. 6.30 утра. И я уже бегу на лекцию. Что, ребята, наконец-то утро доброе. Я встретила Сашулю. Мы сидим и ждём ещё наших девчонок. И ещё скоро начнётся лекция. Мы с Сашей сидели, просто сейчас обсуждали, как сильно мы не хотим. Как сильно мы не хотели сюда приходить. Сильно мы не хотим учиться. Вот так вот, короче. Я очень хочу спать. Мы с Сашей пришли в этот бар. Саша мне такая говорит, только тихо, кота не разбудите. Посмотрите, посмотрите. Ну что, пришла в данный дом. Я здесь, ребята. Я что-то так устала за сегодняшний день, что я пришла домой и тупо начала смотреть видосы про центральную нервную систему, собственно. Вот они у меня здесь. Смотрю Кафарова. Не знаю, у меня сил уже никаких нет. Но я понимаю, что я сейчас досмотрю вот этот видос и уже сяду просто чисто повторять конспект, что-то прописывать, запоминать, заучивать. Если честно, я не знаю, вообще будет у меня завтра итог или нет. Потому что у нас преподаватель до сих пор болеет. По идее, итоговое занятие мы обязаны сдавать итог своему преподавателю. Я не знаю, возможно, кто-то придет на замену, возможно, выйдет наш преподаватель, но у нас его две недели не было. То есть, по сути, две недели занятий не было. Ну, то есть, там просто другой преподаватель презентации показывал, нас не опрашивали. То есть, ничего подобного. Собственно, что завтра будет, я без понятия. Это единственный, самый, наверное, тяжелый будет итог. Потому что, если придет другой преподаватель, будет сложно. Если его перенесут на следующую неделю, будет тоже сложно. Если придет наш преподаватель, то тоже будет сложно. Потому что я не знаю, что он будет спрашивать. Так как две недели он ничего у нас не спрашивал, потому что его не было. Короче, ситуация просто тупиковая. Я чувствую, жопой чувствую, что попахивает пересдачей. Либо, не знаю, либо просто не будет итога. Короче, без понятия. Пытаюсь хоть что-то сделать, хоть как-то себя заставить. Но, честно, у меня сил почему-то вообще нет. Хотя, да, там были выходные перед этим. Я отдыхала три дня. Но, не знаю, ребят, просто вот как будто бы сил никаких нет. У меня уже какая-то, мне кажется, накопленная усталость. Боже, как бы мне засунуть это все в мою голову. Боже, дайте мне сил. Ну что, ребята, всем доброе утро. Сегодня четверг, самый жесткий день в моем расписании, как вы уже знаете. Я проснулась где-то часов в девять, позанималась, почитала анатомию. Сейчас пойду кушать и буду уже выезжать в университет. Вот, на лекцию. Там я опять буду снова читать всю анатомию, все свои конспекты. Попрошу, чтобы девчонки меня поспрашивали что-нибудь. Короче, у меня сегодня, возможно, будет итог. Возможно, его не будет. Возможно, его перенесут. Возможно, придет новый преподаватель. Я не знаю, чем это закончится. Вы уже по-любому знаете, потому что вы это уже смотрите. Вот. Но я пока что не знаю. Мне немного страшно и волнительно. Вот. Я переживаю, что ничего сегодня не сдам. Погода просто жопа. Но мы едем на лекцию. Просто слышите звуки, как стучит по крыше машины. Там просто ливий. Отгадайте, кто наступил в лужу. Я чувствую сейчас на лекции. Я буду сушить, блядь, свои ноги. Так как я наступила в лужу, у меня теперь все ноги мокрые. Посмотрите, что я делаю. Что-то дам. Сушим носочки. Греем ножки. Для того, чтобы дать определение правильным вот этим двум примерам, нужно знать, что такое врачебная ошибка, а что такое халат. Биоэтика. Что такое врачебная ошибка. Дайте определение. Илья. Боже, ребята. Опять просто биоэтика. Она меня бесит. Я не могу. Кстати, у нас уже темнеет. Ну, пасмурно на улице. Поэтому такое ощущение, как будто бы уже прям глубокий вечер. У нас уже тут фонари горят в универе. Вот. Хотя сейчас только 3 часа дня. Ну что, пришла я в Латвибарь. Сейчас у меня перерыв в час. И в 16.50 начинается итог по анатонии. Ну что, ребята. Я иду на верную смерть, на итог по анатонии. Давайте прям сейчас пожелайте удачи, пожалуйста. Ребята, я дома. Вы не поверите. Просто вы не поверите. Я сдала итог. Я сдала. Итог по анатонии. По центральной нервной системе. Сдала с первого раза. В итоге у нас не пришел наш преподаватель. И что сделали? Нашу группу, получается, разделили напополам. И одна половина сдавала с другой группой. Одному преподавателю. Другая точно так же только другому преподавателю. Я попала к достаточно жесткому преподавателю, у которого очень сложно там пятерку получить, четверку. Но я сдала на тройбан. И я этому безумно рада просто. Я просто рада, что я с первого раза все сдала. Был вариант отказаться сдавать и перенести этот итог на следующую неделю. И сдать уже своему преподавателю. Потому что я думаю, что на следующей неделе наш преподаватель уже выйдет. Вот. И была такая возможность. И я уверена, что через неделю я бы сдала этот итог на четверку. Это 100%. Может быть, там, на пятерку, если бы очень сильно постаралась. Но мне так хотелось сдать этот итог с первого раза, чтобы я могла заниматься уже другими предметами. Потому что, опять же, на следующей неделе у меня уже начинается периферическая нервная система. И я максимально просто хотела отпустить этот ЦНС, сдать и забить. Просто вот честно вам скажу, мне не важно было, какую оценку мне поставят. Мне поставили тройку. Я этому безумно рада. Мне попалось из вопросов. Меня спросили лимбическую систему. Мы отвечали не по билетам. Просто, что преподаватель спросит, то и отвечали. Отвечала я лимбическую систему, отток ликвара, ядра и, по-моему, еще какие-то извилины какой-то доли. Не помню. По-моему, извилины лобной или теменной. Короче, что-то такое. В принципе, так как мы остались уже там последними, мы в пятером сидели самыми-самыми последними. То есть сначала опросили одну группу, где было много человек. То есть там 20 человек сначала опросили. Потом у нас пятерых. Собственно, я сдавала итог уже где-то в 5 часов вечера, в полшестого. То есть мы просто там до этого полтора часа сидели, повторяли все это. И как я сдала? Я сдала чисто потому, что мы слышали, что спрашивали у той группы, запоминали эти вопросы, запоминали, как отвечали. То есть как надо отвечать этому преподавателю. Вот. И, наверное, чисто за счет этого я сдала этот итог, я вам честно скажу. Просто. Я прошла афганскую войну. После этой ЦНС. Просто не верю. Просто я до сих пор не верю, что все получилось. Я вам честно говорю. Я думала, я его не сдам. Ну вот этому преподавателю я думала, что я не сдам. Честно вам скажу. Поэтому я просто в шоке, я просто вот в полнейшем шоке, очень сильно рада, очень счастлива, я сдала итог, я могу спокойно поехать с девчонками поесть креветок, собственно, что я планирую сейчас сделать, я пришла домой, я не кушала, потому что я сейчас поеду кушать, сейчас быстренько переоденусь, чуть-чуть подкрашусь, потому что я похожа на зомби какую-то, с этими синяками под глазами, которые даже не скрыть никаким консилером, сейчас постараюсь всё замазать чуть-чуть, там, припудрюсь, накрашусь и поеду кушать креветки. Ребят, я помню, как мне было тяжело в подготовке к экзамену по химии и биологии, как сильно я переживала за результаты, за то поступлю я в мед, не поступлю, поэтому я очень сильно хочу помочь вам в этот непростой период, так как я знаю, что у меня огромная часть аудитории только собирается поступать в ВУЗ и готовится сдавать ХИГЭ. Чтобы сдать экзамен без лишней суеты и стресса, у меня для вас есть три самых важных и главных совета. Первое. Подготовка должна быть своевременной, никогда не откладывайте ничего на последний день, честно вам скажу, я делала именно так. Лучше всего готовиться с преподавателями, у которых уже есть опыт сдачи ХИГЭ, потому что они в этом лучше разбираются, они понимают, собственно, всю систему. И самое, наверное, главное — это готовиться в удобной для вас обстановке, чтобы вам, прежде всего, было, конечно же, комфортно. Вы не поверите, но все мои полезные советы можно получить всего лишь в одном месте. Я хочу вам посоветовать одну очень классную онлайн-школу «Сотка», в которой вы сможете подготовиться к вашему экзамену без стресса и максимально удобно. Ведь все занятия в этой онлайн-школе проходят дистанционно, вы можете просто сидеть дома и смотреть вебинары или же заниматься где-нибудь в кафешке. А также все полезные материалы будут собраны всего лишь в одном месте на образовательной платформе. Представляете, больше никаких огромных книжек, никаких тетрадок, куча просто конспектов. Также все конспекты к занятиям, огромное количество пробников и тестов, а также авторские задания от онлайн-школы. И, конечно же, быстрая проверка вашей домашней работы с разбором ошибок. Также скажу вам по секрету, сейчас в онлайн-школе «Сотка» проходит просто масштабный конкурс, где вы сможете выиграть машину. Представляете? Машину! А если я вам скажу, что это не просто машина, а Мерседес? Прикиньте, как будет круто обучиться в этой онлайн-школе, сдать экзамены благодаря прекрасной подготовке от преподавателей, которые выпустили много стобальников, так еще и выиграть Мерс, на котором вы сможете потом ездить в универ. Мне кажется, что это просто безумно крутая возможность. Также вводный урок для вас будет бесплатным. Ну и лично от меня ловите промокодик на 10% скидки в первый месяц обучения. Обязательно переходите, вся информация будет по ссылочке в описании. Начинайте свою подготовку к экзаменам вовремя и, главное, помните, что экзамен — это всего лишь жизненный этап, к которому можно подготовиться качественно и без лишних слез и стресса. Ну а мы продолжаем наш прекрасный влог. Ну что, ребята, всем доброе утро. Пятница. 7.30 утра. Мне к 8 на пару. Побегать с ними. Я безумно хочу спать. Я просто надеюсь, что я сейчас отсижу две эти пары хоть как-нибудь, вот каким-нибудь образом, блин, и приду спать. Надеюсь. Очень надеюсь на это. Это моя мечта просто. Я хочу проспать сегодня весь день, как только приду с универа. Вот. Ну у меня сегодня в планах это биохимия, философия и, в принципе, всё. Поэтому, ребята, всем хорошей пятницы. Давайте чуть-чуть поднажмём и уже будем отдыхать спокойненько на выходных. Правда, мне ещё в субботу перелить на передачу, но это не важно. Сейчас мы, как обычно, на биохимии будем делать какие-то интересные опыты. И нам скажут, что у нас сегодня получатся какие-то красивые цвета в пробирках. Мне только не видно. По стенке, по стенке. Тихо-тихо-тихо. Всё, хорошо-хорошо. Ну, что, посмотрите, какая красота. Как там? Эстетика должна была. После того, как мы делаем опыты, мы заполняем такую методичку, прописываем здесь, что мы делали, и всё. Ну что, ребята, вот так вот в полном одиночестве я сейчас иду кушать. Смехи меня закончилась. Я решила тест на 80 баллов, мы сделали лабораторку, и, в принципе, всё. Вот, сейчас я пойду попью кофеёк, и потом у меня будет философия. Кушаёк я буду пить, чтобы не уснуть на философии. Потому что в прошлый раз я немного затрыхла. Так, ещё вопрос возможностей чайного разума на главный разум. Понимаете, потому что здесь... Ну что, ребята, всем доброе утро субботы. Если вам интересно, куда я проснулась в такую врань, потому что по субботам мы не учимся, то я сегодня иду на пересдачу гистологии. Собственно, я снова пропустила итоговую работу. Не то, чтобы я там её не сдала или сдала на 2. Нет, я просто её пропустила, потому что меня не было в универе, потому что я была на волонтёрстве. Вот, собственно, мне нужно её прийти пересдать вот в субботу. Кому интересно, мы учимся 5 дней в неделю. У нас 5-дневка. Весь первый курс я училась 6 дней в неделю, в том числе в субботу. Ну, как бы, понятно. А с 2-го курса у нас 5-дневка. Вот, и субботу нам оставили чисто на пересдачи, на отработки, на то, чтобы мы успевали закрывать там свои долги. Вот, что я, собственно, сейчас и поеду делать. Буду сдавать гистологию. Вчера я учила все 22 вопроса. Я не знаю, что мне сегодня попадётся, но я надеюсь, что будет так же, как и на прошлой пересдаче, что я просто приду, мне попадётся хороший билетик. Я напишу все два вопроса, и за 20 минут и спокойненько поеду домой. Вот, также пересдача у нас начинается с 10 утра. То есть это значит, что можно прийти и в 10, и в 11, и в 12. Я решила приехать сразу к 10, чтобы сдать в числе первых. Вот, потому что так удобнее, и потом нет никакой очереди. То есть ты приходишь самый первый, без очереди, просто проходишь, сдаёшь, и всё нормально. Собственно, надеюсь, что так и получится. Ну что, ребята, в том же месте, в то же время... Кстати, представляете, сейчас очередный итог. Я вообще в шоке. В прошлый раз такого не было. Наверное, просто уже слишком близко сессия, и всё ходит активно закрывать свои долги. Вот, поэтому... Что вам хочу сказать? Мне получается сейчас ещё минут 20 просто сидеть в очереди, а потом я только пойду сдавать стоп. Вот так вот. Ну что, ребята, всем привет. Что я вам хочу сказать? Случилось страшное. Я не сдала гисту. Не сдала. Я, честно вам скажу, я была вот просто на полной уверенности, что я её сегодня сдам. Но что-то пошло не так. Сейчас я скажу, что. В общем, начнём с того, что я должна была писать итог по пищеварительной системе. Пищеварительная система кожи. Всё. У меня вот было две темы. Собственно, по ним было вопросов, ну, типа, 15 где-то, 16. Я выучила большую часть, ну, там, по чуть-чуть, как-то все вопросы, в принципе, разобрала. Что, собственно, происходит дальше? Мне дают билет, в котором у меня один вопрос. Это печёночная долька её строения. Второй вопрос — это трахея. Откуда здесь делась трахея? У меня был такой же вопрос, когда я сидела на итоге. Собственно, важное уточнение. Почему, собственно, я не сдала? Потому что в билете всего два вопроса. Так проходят абсолютно любые итоги. Если вы учитесь, не дай бог, в моём универе, то запоминайте. Итог по гистологии состоит из двух вопросов в билете. Ну, вот их всего два. Собственно, если ты пишешь идеально, вот как бы ты ни написал один вопрос, если ты не напишешь второй, если ты совсем его не напишешь, то это два. То есть смысла нет вообще писать. Если ты вот понимаешь, смотришь билет, у тебя знакомый там только один вопрос, смысла нет. Просто сдавай билет, иди дальше, учи все остальные вопросы. Всё, собственно. У меня попадается билет. Вот, опять же, печёночная долька. И дальше у меня была трахея. Я думаю, где взялась здесь трахея? Думаю, ладно, фиг с ним. Ну, я уже примерно понимала, что я его не сдам, этот итог. Потому что я не повторяла дыхательную систему. Дыхательную систему я проходила в прошлом семестре. Это был май. Ну, в общем, в конце мая это было. Что получается? Я понимаю, что я нифига не напишу. Думаю, ну, что я тут буду сидеть, терять время. Я написала первый вопрос. Написала. Написала хорошо. И по второму вопросу я написала, типа, что там трахея это полутрубчатый орган. Что состоит он там из трёх слоёв. Что там, не знаю, имеет хрящи. Ну, это кольцевые. Короче, строение полуколец. Вот это вот всё я расписала. Написала всё. Всё, что по анатомии я помнила, я и написала. Собственно, вряд ли мне поставят тройку. Скорее всего, это будет два. И, скорее всего, мне нужно будет идти на пересдачу в следующий суббот. Почему так получилось? Откуда, блин, взялся этот вопрос? Я вам много раз уже жаловалась на свою кафедру гисты. Я её просто обожаю, как вы понимаете. Клянусь, не знаю, как я буду сзывать этот экзамен. Но прикол в том, что у педиатрического факультета и у лечебного факультета гистология отличается тем, что мы начинаем её изучать одновременно. То есть вот со второго семестра, то есть это получается первый курс, второе полугодие. Мы начинаем изучать гистологию. И что вы думаете? У нас, у педиатров, она идёт до конца, до конца семестра. У лечебников она заканчивается в мае. Вот, то есть мы проходим большую часть, уже начинаем частную гистологию. Лечебники останавливаются только на общей гистологии. Всё, то есть общей гистологии, и дальше они не учат. У нас продолжается, но зимой мы заканчиваем раньше. То есть получается у мегистологии осталось где-то две недели максимум, а у лечебников она будет до конца декабря. Что получается? Ну, конечно же, на итоге всем насрать. Их никто не делит. Отдельно для лечебников, отдельно для педиатров. То есть никого не интересует, что я уже сдавала эту дыхательную систему, что мы её писали ещё в сентябре. То есть после того, как мы провели летнюю каникулу, мы пришли на первую парь по гисте. У нас сразу был итог. Мы сразу писали прошлые темы, которые бы там ещё в прошлом семестре были. Ну и вот типа нам на лето давали там задания, несколько вопросов. Мы писали итог. В том числе там была дыхательная система. И эту странную дыхательную систему я уже писала. Всем посрать. Просто абсолютно, что ты там писал. Ты должен сдавать, как все. Как бы хорошо. Окей, но если бы хотя бы предупредили, блин, заранее, и сказали подготовить ещё дыхательную систему, мне же никто этого не сказал. Она, представляете, просто, просто представьте, она была у меня в прошлом семестре, то есть полгода назад, да, и она попадается мне в билете. Я такая думаю, как классно жить. То есть вместо того, чтобы просто написать свои вопросы по сегодняшней теме, то есть, опять же, повторяю, это пищеварительная система и кожа. Мне попался билет, в котором вообще кожи не было, но зато была дыхательная система, которая была полгода назад. Ну, я не считаю, что это адекватно. Во-первых, я не считаю адекватным ставить за один вопрос из двух двойку, потому что это приравнивают просто к тому, что ты нихрена не сделал. То есть тебе говорят, ты можешь вообще, в принципе, ничего не делать, смысла там один вопрос расписывать нет. То есть это всё равно два. Что ты ничего не написал, что ты написал полностью целый красивый вопрос. Не знаю, ребята, меня это так сильно сегодня выбесило, я думала, я там просто кого-нибудь прибью. Всем всё равно, опять же, повторюсь. Не написал, твои проблемы. Никто не будет разбираться, когда там у тебя эта тема была. Ты должен это знать. То, что я это не повторила, это, конечно, моя проблема, но я не знала, что это нужно повторять. Поэтому, короче, как-то так, ребят. Больше ничего сказать вам не могу. Не сдала я ГИСТУ. Ну, придётся теперь ещё эту всю неделю, блин, учить дыхательную систему заново повторять. Что, ребята, всем доброе утро. 6.30, воскресенье. Я проснулась полчаса назад. Я уже собралась, я уже полностью буду. Сейчас буду одеваться и поеду на вождение. Короче, так вот. Очень хочу спать. Я должна была идти на вождение сегодня в 11. Но, так как мы в 11 уже будем выезжать к Мише на ингру, потому что нам ехать до 2 часа. Я боюсь, что я просто не успею. Поэтому у меня вариантов нет. Я перенесла занятия на 7 утра. Было единственное время. Поэтому сейчас поеду уже водить машину. Потом надеюсь, что я приеду домой посплю чуть-чуть. Ещё часа 2 хотя бы. Потом соберусь и поедем уже к Мише. Вот такие вот какие-то у меня планы. Ребята, вам хорошего воскресенья. Я надеюсь, что у них 6 утра в воскресенье проснулись. Ну что, ребята, я уже приехала на вождение. Ещё темно на улице, чтобы вы понимали. Но я уже тут. Сейчас я жду своего водителя, жду машину и поедем кататься. Я в шоке. У нас сегодня 16 градусов. 6 утра, 16 градусов. Но это, блин, погода как будто бы реально летняя. Встречаю рассвет на парковке. Смотрите, какая красота. Ну что, ребята, зацените наш фимили лук. Мама как-то... Едем, едем. Мы за Берстневым. Сначала, конечно же, на игру. Играют они с Кубань холдингом сегодня. И потом мы собираем Берстнева домой на целый 2 дня. Вот так вот. Такие вот мы с мамой фамилии лук. Красоточки. Едем. Мама решила нам помыть окно. Сейчас пойдем на заправку покушать. Номер 5-й. Арно Ати Бееба. Номер 55-й. Богдан Логачев. Номер 6-й. Алексей Пустозеров. Номер 15-й. Хитак Бадоев. Номер 90-й. Михаил Берсенев. Главный тренер команды. Артем Куликов. Идут, идут с пакетами. Миша, что в пакете? Ну, он по листу. Мы с Берстнева пришли на фудмаркет. Мы сейчас будем кушать ваплю. Я буду показывать Берстневу, какую вкусную ваплю я здесь нашла, пока его не было. Вот, и сейчас мы будем пить бабочки. Ну, вообще, сегодня мы гуляли, поступно закончили все мои дела. Мы прошлись, прогулялись, и теперь пришли чуть-чуть перекусить. Но мы немного будем кушать, потому что вечером мы идем в ресторанчик на семейный ужин. Ну что, ребята, мы приехали на ужин. Семейный ужин. Семейный ужин. Иди дверь открывай, маме. Побежал. Джентльмен, джентльмен. Спасибо, спасибо. Сегодня понедельник. Мама говорит, что людей мало. Короче, приехали в сыроварню кушать. Планы поменялись. В сыроварне не было пиццы. Я не знаю, как получилось. Мы чисто пришли за мои любимые пиццы, поэтому сейчас мы идем. Клёво. Что мне сказать? Что обрабатываешь ручки? Да. Два антисептика. Один вечер уже. Попробовал. Один в сыроварне, один вот в клёв. С такими темпами сейчас еще в день попробую. Ну-ка, посмотрите, какая у нас красота. Берснев, ну-ка, как любитель креветок. Шикарно. Шикарно? Вообще, вообще супер. И жиги креветок не было ни. Да. О, это уже мне. Давай ясно. Ты мой хороший. Ему принесли слюнявчик, чтобы он не испачкался. Миша ест тартар из креветки. И я попробовала это просто ужасно. Мне вообще не понравилось. Какой? Очень. Ну как тебе? Шикарно. Супер. Нет, тартар тебе как? Кстати, мне нормально. Берснев любит креветки в любом виде. В сыром, в жареном. Ему вообще все. Что, ребята? После прекрасного ужина мы приехали в треф-пункт проверять Мишину пятку. Потому что она болит у него сначала... Короче, летом она еще заболела. Месяцев пять назад после игры, в общем, ему прилетело... Ему в пятку прилетела другая нога. Там был жесткий стык достаточно. И получается, ну, он тогда очень плохо на него наступал. То есть было реально больно. И до сих пор больно наступать. Иногда он прям хромает. Мне это, конечно, не устраивает. Мишу тоже. Поэтому мы решили все-таки снизить проверить. На всякий случай. Сейчас вот записались к травматологу в частную книгу. Специально попозже максимально приехали, чтобы уже никого не было. Я сижу и жду Мишу. Сейчас посмотрим, что нам скажет травматолог ортопед. И потом, если что, сходим на рентген, на УЗИ. И не знаю, что нам скажут. В общем, ждите заключения. Я вам, конечно же, все расскажу. Просто единственное, что меня пугает... Я как бы, ну, визуально посмотрела. Там ничего нет. То есть ни гематомы, ни, там, не знаю, ни опухлости, припухлости. Ничего. То есть обычно нормальная анатомическая стопа. В общем, все хорошо. Но мне беспокоит то, что Миша, он всегда до последнего не говоришь, что ему что-то болит. Он говорит, что, ну, типа, больно, если там уже реальная жопа. А он начал говорить. Поэтому меня это начало беспокоить. И, собственно, вот мы сидим в травме. На улице дождь. А нас отправили на МРТ. Сейчас поедем в другую клинику, потому что здесь МРТ не делают. Весело. Кипец. Мы, короче, не наели. Все решили скушать вот таких вот мишек прикольненьких, творожных. Нам же было мало. Нам же было мало сходить в клево. Короче, сейчас будем сидеть, пить чай, ждать МРТ. Потому что у нас в итоге травматолог направил на МРТ. Сказал, что снимок делать смысла нет. Потому что пришло уже 5 месяцев момента получения травмы. Кто-то просрал немного момент, когда нужно было делать рентген. Вот. Поэтому сейчас нас направили на МРТ. Мы записались на 11 часов вечера, потому что других дат вообще нет. И это четвертая была, четвертая клиника, в которую мы позвонили. Потому что все остальное просто нет места. Нигде. Короче, сидим, пьем чай, ждем, когда можно будет пойти уже на МРТ. Сделаем МРТ и потом посмотрим, что нам скажут. Что, ребята, наконец-то мы уже на МРТ. Я с ним вон уже ушел. Минут 20-30 и закончат. Там, получается, выйдут заключения, диск. В общем, если нужно будет, мы еще снимочки распечатаем. Говорю, все хорошо должно быть. Сейчас посмотрим, что там. Вот. Знаете, в чем прикол? Мы приходим вот во вторую клинику. Он просто дает свой паспорт. Его узнают. Ну, в смысле, он в базе данных. Вот. В каждой клинике. Где есть МРТ. В каждом травмпункте. Вот так вот и встречаться со спортсменами. Я, если честно, уже засыпаю. Очень сильно спать хочу. Ну, что, ребята, всем доброе утро. Сейчас где-то 7 с чем-то утра. Мы проснулись. Я благополучно распудила Мишу в универ. Там. Сейчас там умывается уже полчаса. Надо его пойти поторопить, потому что у нас всю ночь просто был ливень. Ужасный ливень. Я переживаю, что там сейчас будут очень сильные пробки, если честно. Но надеюсь, что все будет нормально. Короче, все, я уже готова. Сейчас переоденусь и поедем в универ. Сегодня у меня гиста и информатика. Моя любимая. Хочу спать. Мы сейчас сидим, заполняем уже тетрадочки до конца, потому что, по идее, они уже полностью должны быть заполнены. Так что на следующей неделе у нас гиста заканчивается. Это из плюсов. Вот. Из минусов на следующей неделе у нас будет итоговое тестирование. А это будет жопа. Еще что хотела вам рассказать. Сейчас мы уже будем разыгрывать тайного санту. Хотя сейчас середина ноября. Но мы чуть заранее. Это все сделаем, чтобы у всех было больше времени подготовиться. Короче, весело. Это одна? Нет, это две. Подожди. Все. Все буду разворачивать, смотри. Ну что, ребятки, гистология у нас закончилась. Все пришло замечательно. У нас даже не было никакого опроса. Просто рассказывали полностью женскую репродуктивную систему. Сейчас я стою около информатики. У меня сейчас будет итоговая по информатике. Короче, там какая-то контрольная работа по Excel, как я понимаю. Ну, в общем, что-то типа этого. А потом меня заберет Миша, и мы поедем кушать мак, потому что я очень голодная. Уже прям очень-очень. А погода на улице говно. Просто как обычно. Осень в Краснодаре началась. Ну и посмотрите, что это такое. Солнце, ничего. Все капает. Бе. Посмотрите, я сижу вот это вот делаю. Вот тут вот. Нифига не понимаю, но вроде красивенько получается. Я закончила. Ну что, мы всей семьей провожаем Берстнева в Астрахани. Моего хорошего, малее. Тут будет их брод у него. У меня была паническая. Миколазал, замечательно. Уважаемый мужик. Ой, ну что, ребята, проводила я Мишку в Астрахань. Чего вам хочу сказать? Как-то грустно теперь дома. Одиноко. И слишком тихо. Вот. Но меня радует одно, что Миша приедет уже через дней 10-11. И все. У него уже будет отпуск. Вот. Слава богу, он не на 2 дня приедет, а уже на большое количество времени. Я надеюсь. И впереди там Новый год. Вот это вот все. Короче, нужно пожарить. Подержаться еще полторы недели, и все будет супер. Что вам хочу рассказать? Сегодняшний день закончился. Информатика у меня прошла просто ужасно. Просто ужаснейшим образом. Меня ударил преподаватель. Все подробности в Телеграм-каналечке. Если вам интересно, обязательно заходите, смотрите. Да. Я сегодня проплакалась. Не стала вам это снимать. Потому что, ну, как-то не хотела. Вот. Но в Телеграме все рассказала. Вот так вот. Дела обстоят у меня в небере. Ну что? Пора заканчивать этот влог. Начинать новый, наверное. Потому что этот этап уже получился достаточно долгим. Я вас все хочется и не люблю. Целую, обнимаю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И до встречи в новых видеороликах. С вами была ваша Маша. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok